Музыка 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 Нет, ну, как бы, если опять сначала, то, опять же, я во всей этой истории оказался случайным, в принципе, выбор был принципиальный, то есть я, как бы, человек, который просто хочет работать, хочет жить, хочет зарабатывать много денег и жить в своей удовольствии, скажем, или так, как это нравится. То есть политика для меня ничто. То есть, и, в принципе, в России что произошло? Произошла одна очень вещь. То есть я в какой-то момент решил, что я с этой страны буду уезжать, я не буду здесь жить, и это, в принципе, был принципиально понятный вопрос. Ну вот. И, в принципе, я к этому готовился. Но когда начались события 2011 года, я для себя что-то решил, что хотя бы начать попробовать что-то изменить. То есть, может быть, есть шанс у этой страны как-то измениться. Но у меня было очень четкое понимание вещи, что я этим не буду заниматься вечным. То есть я не борец, мне это не интересно. Просто есть вот момент вещи, когда нужно что-то сделать. Просто прийти и сделать. То есть, ну, как уборку квартиры или еще есть вещи, которые просто надо делать. Но делать их надо в определенном принципе, да. То есть ты начинаешь борьбу, ты просто берешь и борешься. То есть ты должен понимать, что если ты борешься с властью, это борьба за достаточно большие деньги, это борьба за влияние. И никто с тобой не будет бороться, чтобы был комфорт или чтобы были какие-то условия для борьбы, да. То есть ты борешься честно. То есть, в принципе, ну, как бы я сделал этот шаг, то есть и я оказался в ситуации, которая для меня в какой-то момент в одиннадцатом борьбу, вот начиная с одиннадцатого года, двенадцатый и тринадцатый, это именно была как борьба. Но у меня было очень жесткое ограничение. Я не буду заниматься какое-то время, я не буду заниматься этим постоянно. То есть потому что если ты занимаешься этим постоянно, значит ты должен становиться профессионалом, ты должен зарабатывать деньги, ты должен ориентироваться жить. Как бы этим, да, то есть и нацеливаться на то, чтобы менять качество. То есть для меня это было неприемлемо, потому что мне политика таковая неинтересна. Мне неинтересен этот образ жизни, он мне скучен и это. То есть поэтому, как бы у меня было ограничение, что я год этой борьбой занимаюсь, а потом я просто ухожу, то есть уезжаю там из страны или ищу чего-нибудь. Я работал в России пятнадцать лет уже в политической журналистике. В принципе, стал он вообще довольно известным журналистом. А последние годы гайки стали у нас закручиваться в России сильнее, сильнее. А после того, как я съездил на Майдан, это было, когда еще Майдан был, но в самом разгаре, припасе, что он Януковича. И после того, как я съездил и даже выступил со сцены Майдана, а потом попробовал рассказать об этом правду в российских газетах, меня просто нахлых заблокировали. Я просто стал от темы, от темы Украины, отучен, заблокирован. Я, как будущий, но, может быть, это звучит не скромно, но очень довольно известным журналистом, я посылал свой статью в ту газету, с которой я сотрудничаю 2003 года, в газету «Версия». И там мне говорят, как и всем моим материалам, «Игорь, здорово, Игорь, конечно, классный материал». Я написал, что из себя представлял Майдан, как площадка самоорганизации людей. Это еще не было битвы, начинал боев, это было на полном пространстве свободы. Они бы сделали хорошо, отличный материал. Я успокоился уже дома, жду, но выходит газета, она ходит раз в неделю. Нету текста. Звоню и спрашиваю, в чем дело. Мне говорят, ну, Игорь, ну, там просто места не было, там, ну, он у нас был забит, нам посрочно дать другой текст, поэтому в следующий раз обязательно. Я в ту следующий раз, но в следующий раз, естественно, не остается текст, но дальше, я сейчас понимаю, что это одна контендация. То же самое происходит в прочих газетах. Все говорят, что Игорь, да, надо, кажется, поставить, но в итоге не ставить. Вот. И как бы так, не говоря, что это, естественно, политическая цензура. Нет, нет, ну что вы. Просто вот места не хватило. Просто вот там случай, там, как-то вот, просто вот не сложилось. То же самое у меня было с следующей статьей, но потом еще одна статья, потом я понял, что все дело в России написать бессмысленно, потому что то же самое мне рассказывали остальные мои коллеги. Все, кто пытается писать в российской прессе сейчас «Правда в Украине», от них много журналистов. Их статьи просто не выходят. А выходит поэтому только то, что пишут те, кому интересно по какой-то причине врать. Вот. И как раз ложь, а она выходит, она выходит охотно. Я могу писать в российской прессе о чем угодно, будучи известными, зналистами, таким, которые работают в оппозиции. О министры, о министров, о губернаторах, там, не могу ругать их, не могу ругать депутатов, не могу ругать политиков, но то, на главной двух вещах. Это Украина и Путин. Но это, в порядке, фамилия Путин, а она строгая под запретом. О путии можно, ну, как, ну, как это пословица, словно о покойнике. Или хорошо, или ничего. Вот. Поэтому я, естественно, я был вынужден думать о том, где я, ну, где получше саморализоваться в более свободной, в более темнортической стране. В той, на которой, на которой сейчас становится Украина. в которой она реально сейчас уже ставила путь, а она реально сделала уже шаг, шаг, я, это большой шаг, на пути к демократии. Вот, поэтому осенью, после прошлого года ты приехала в Киев. Меня зовут Ирина Белочио, я сейчас в Украине, в Киеве, прошу статус политбеженца. Я сюда приехала в августе 2014 года вместе с своей дочкой, ей 13 лет. мы, ну, давно уже, с конца 2011 года, я стала принимать участие во всех митингах, маршах, пикетах, которые проводила, так называемая, балаленточная оппозиция в городе Москве. Я один из организаторов автопробега «Белый поток» от Москвы до Астрахани. Потом в Москве я один из организаторов свободной школы сопротивления. И когда случились события на Майдане в Украине, мы, я с друзьями сюда приезжала три раза. Сначала, чтобы разобраться, что здесь происходит, потом, чтобы поддержать Майдан. Третий раз мы приезжали с миссией за единую Украину, были в Одессе. В отличие от остальных и по другим городам. Мы выступали со сцены Майдана, это уже было в апреле, а до этого я приезжала в декабрье и январе. Потом я поняла, что то, что происходит сейчас в России, будет все только хуже, что Путин пошел по пути политических репрессий и ограничения прав и свобод, и что наш проект «Свободная школа сопротивления», который мы организовали для протестных активистов, чтобы изучить основы построения демократического государства. Этот проект будут зажимать и не дадут нам нормально существовать. Я решила, что нужно этот проект также привести в Украину, чтобы противодействовать информационной войне, которую ведет российская пропаганда. Очень эффективно, кстати, ведет. Мы своими силами все, что можем здесь делаем. Мы организовали тоже такую же школу в Киеве, проводим лекции, записываем, выкладываем в интернет. У нас иногда бывает очень много просмотров. Мы проводили лекции здесь и в информационной войне, и методах противодействия, и показывали ребята за то, и рассказывали о событиях в разных регионах, в том числе и в Чечне, что происходит, и про историю Киева, и много других лекций, которые можно посмотреть на этих страничках в соцсетях и на сайте resistance.school.info. Вот так вот мы живем, бросим статус беженца, стараемся помогать украинскому обществу. Я вам расскажу истории, которые мало кто показывает и рассказывает. Самая известная баррикада, которая была на Майдане, это баррикада Норвежской Браме, это как раз улица Институтская, под этим знаменитым мостом, который все показывали. Так вот на этой баррикаде было два знамени все время Майдана. одно знамя было украинский флаг, и второе знамя это был российский триколор. И первый человек, который погиб у нас на баррикаде, он был этническим русским. То есть он коренной житель России, и он первый у нас на баррикаде погиб. Так что второй человек, который погиб, это его друг, он был из Горловки, то есть из Донецкого региона. Поэтому говорить о том, что здесь были какие-то межнациональные конфликты или межэтнические, по языковому принципу, по какому-то другому, это неправда. Здесь говорили как минимум на трех или четырех языках на баррикаде, это никого не смущало. Ни роль национальности не играла вообще никакой. В России мы жили в городке Новоалтайск. Это Алтайский край. Я работал в Барнауле, это соседний город большой, столица Алтайского края. Жена дома была, с детьми сидела, ну, с Лисаной, с Лисаной ухаживала. Ну, а кроме того, я был гражданским активистом, аквилистом. В 2011 году я впервые стал наблюдателем на выборах, это были выборы в Государственную Думу. и я видел, что голосование на моем участке «Единая Россия» проиграло коммунистам, и я знал, что в других регионах похожая ситуация, а в итоге нам на следующий день Чуров объявил, что «Единая Россия» победила. И тогда начались протесты, я в том числе организовывал митинги в Барнауле, ну, тогда я попал в поле зрения правоохранительных органов. Вызывали в прокуратуру, в милицию, выносили предупреждения о недопустимости всякой экстремистской деятельности. ФСБ на работу приходило, хотели поговорить неформально, но я к ним не пошел. Потом был интересный эпизод осенью 2013 года, когда меня осудили за распространение экстремизма, за то, что я перепостил ролик Навального вот этой предвыборной кампании 2011 года, где призывали, ролик призывал граждан России идти на выборы, голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Этот ролик признали экстремистским, мы не выписали штраф. Ну, а вот в апреле 2014 года я узнал, что против меня возбуждено уголовное дело за пост ВКонтакте. Ну, я, в общем-то, его поддерживала. Ну, конечно, предполагала, что могут такие неприятные события произойти, вот как произошли, но, конечно, не думала, что это может вот так вот скоро и неожиданно произойти. Ну, в общем, там были позитивно настроены, оптимистически, думали, что, может быть, все-таки, ну, думали, что, может быть, нас услышат, а вместо этого вот нам попытались закрыть рот. Ну, в общем, я достаточно активно участвовал в всех антипутинских делах. Это еще до того, как началось... Я в протест пришел активно еще до того, как началось вот это вот движение 11-го года. Вот. Одно время, насколько я понимаю, я был в списках активистов, которых предполагалось арестовать немедленно после... Значит, в случае, как бы, внештатной ситуации, в случае реальной угрозы для власти. Вот. Но после того, как белоренточные протесты, в общем, просто кончились ничем. Они не были подавлены, они кончились ничем. Вот в чем. Значит, вот. Ну и, значит, стало написать в Фейсбуке все, что было, о ситуации, в том числе, значит, о ситуации, связанной с Украиной. И, значит, когда была, значит, попалась информация, что боевики в Донецке расстреливали пленных, которые отказывались давать интервью российским журналистам, я это все перепостил с достаточно резким введением, что украинцы убивайте этих проституток журналистов. В результате, значит, против меня было возбуждено уголовное дело по статье 282 часть 2, то есть это разжигание розни и ненависти с насилием или угрозой применения насилия, отягчающие обстоятельства, до 5 лет. Значит, я был задержан, потом меня отпустили под подписку о невыезде до суда, потом снова задержали на том основании, что я якобы уклонялся от явки на допросы. Отпустили снова, но под домашний арест. Не дожидаясь, пока мне наденут браслет, я в тот же день сбежал из дому и быстренько приехал вот сюда, в Украину. Через Беларусь я ехал, никаких сложностей не было, кроме того, что сложность возникла в первый момент уже на украинском пограничном посту. Но, видимо, это было просто от того, что в первый момент я столкнулся с рядовыми, потому что когда появился офицер, в общем, все, пошло по накатной схеме. Значит, начал я уже составлять анкеты, составлять заявления о политическом убежище. меня зовут Анастасия, я росла, выросла, Резаси выросла в Киеве, у него здесь всю свою жизнь, очень люблю свой город и, конечно же, события, которые происходили здесь в прошлом году, коснулись и меня, и моей семьи. я принимала участие в событиях, которые здесь происходили, это был Майдан. Принимала и морально, и физически, и материально, как и большинство моих знакомых, и родственников, в общем-то, даже не только большинство, практически все. я встречала русских здесь, мой брат русский, и я знаю много русских, которые поддерживают нас, и мы поддерживаем отношения друг с другом. Один из моих знакомых, это Алекс Синодов, я познакомилась с ним в Фейсбуке, через группу поддержки Майдана, с того момента мы начали общаться, и когда он побывал здесь прошлой осенью, мы познакомились с его отчетом, так сказать, и да, я могу сказать, что он был удивлен и тронут той атмосферой, которая царит здесь, потому что представление было немного другим. Он был здесь во время Майдана прошлой зимой, и после начала войны он думал, что все-таки отношение к русским поменялось, но приедя сюда, он понял, что мы толерантны, очень толерантная нация, и другие его знакомые замечали то же самое. Они говорили, что мы более толерантны на самом деле, чем люди в Москве. Мы зашли в одну булочную, которая находится недалеко от станции метро Золотые ворота, там такая очень украинская атмосфера, мы зашли туда до открытия, и они со своим московским акцентом общались с девушками, которые разговаривали на автентичном таком настоящем украинском языке, им отвечали всегда с улыбкой, с удовольствием, и это та атмосфера, которая сопровождала людей, которые приехали из России здесь все время. Они не встретили здесь никакого к себе злого отношения, и они были приятно этим тронуты. Собственно, так оно и есть. Есть люди, которые не хотят дружить с русскими, но в основном это обусловлено их опытом столкновения с людьми, которые желают нам зла. В целом, украинцы, нация, которая, я так считаю, я в этом уверена, очень толерантны ко всем народам мира, и очень хочется жить в мире понимания и согласия со всеми. Зову меня Дмитрий Шипилов, я журналист, последние годы живу в Москве, но и так получилось, что вот уже полтора месяца нахожусь в Украине, в Киеве, чем занимался, вписывал разные тексты на разные сайты, то есть отчасти скучные занятия. После того, как в отношении были возбуждены уголовные дела, это подстегнуло к тому, чтобы немножко поменять место своего проживания для того, чтобы сменить страны. Ну, тут просто нужно понимать специфику региональной власти, в России. Каждый дорвавшийся до власти персонаж в той или иной степени начинает проявлять все свои комплексы. Свобода слова, свобода собраний, свобода печати в массе своей. Устраняются те, кто еще пытается что-то делать. Добрый день. Прогулянка-экскурсия по меже Гири. Стрыварец-экскурсия бьет дорога Гири. Я здесь на данный момент пока что для того, чтобы понять, что происходит со сфабрикованным уголовным делом после росписи в моем подъезде. Дело в том, что в середине декабря перед дверью моей квартиры была такая... Ну, как сказать, я не знаю там, что это такое. Демарш. В общем, были расписаны стены. Там портрет Степана Бандерия выше моего роста, флаг правого сектора с надписью «Правый сектор», правда перевернутый, на стене возле моего подъезда. И флаг Украины как бы жовто-блокитная там две полосы, которые нужно было топтать перед порогом в качестве украинского флага. Там надписи «Слава Украине!» «Спасибо за поддержку!» Ну, вот такая вот подстава. Значит, теперь я понимаю, я абсолютно в этом убеждена, что это акция устрашения и не только устрашения, а это была заказная акция, не знаю, там ФСБ или кто ее заказывал, но тем не менее это было поводом для того, чтобы проникнуть в мою квартиру, то есть, ну, каким-то формальным поводом и похитить оттуда мой компьютер, там, плакаты, ленточки, украинские значки, венок с лентами, там, не знаю, книги Сергея Дальцова с автографами, роман Пелевина, купленный только что моим мужем в соседнем ларке. Во время этого ночного грабежа и разбоя из моей квартиры были похищены там украинские ленточки, венок с лентами, всякая ерунда, там, значки вплоть до флаг партии западной в западный выбор, украинские флаги, российские флаги, почему-то, зачем-то, непонятно, совершенно зачем, визитки там некоторых известных украинских, не буду говорить там чьи людей. Потом, значит, что самое фееричное, только что купленный в соседнем ларьке новый роман Пелевина «Любовь к трем Цукербринам». Мой муж спросил дознавательницу атаманшу разбойников госпожу Ломкину, ну, а вот эта книжка вам зачем, она в магазине продается прямо сейчас в любом. Ну, на что дознаватель ответила, ну, следователь, если взял, значит, он знает зачем. Ну, я полагаю, что почитать буквы знакомые поискать там, наверное, в этой книжке. Вне всякого сомнения они должны получать это убежище и никаких проблем я с этим не вижу. Мы понимаем, что такое сегодня машина Путина, как она устроена, каким образом она разворачивает и насколько тяжело будет теперь эту машину затормозить. То есть она разогнана до таких, скажем, скоростей, что любая быстрая остановка приведет просто к страшным последствиям. я не знаю, как им надо теперь уже самим россиянам выходить из этой ситуации и включать свое внутреннее, скажем так, чувство, какое-то понимание происходящего в мире и научиться справляться с этой ситуацией. Состояние, которое есть в России, когда политики воруют, когда происходит такое разложение власти, вопрос гражданской войны, вопрос времени. Может это произойти через год, может быть через 10 лет, неважно, то, что это будет, это 100%, можно не сомневаться. Поэтому когда ты общество теребишь и пытаешься, что ребята, если мы сейчас не используем какие-то методы сейчас, не найдем способа что-то изменить, то значит рано или поздно придет война. Когда я занимался политикой, я занимался в принципе протестной деятельностью, то есть я занимался какими-то акциями, я занимался какими-то участием, какие-то акции сам пытался организовывать, какие-то участвовал акции, которые были организовывались обществом, но у меня всегда получалось, что я шел как бы сам по себе, потому что в большинстве случаев все акции в России находятся под контролем власти через какую-то либо своих Алексея Навального либо через глупость каких-то оппозиционеров, например, Сергея Удальцова. Я в принципе в них тоже участвовал, но я понимал, что эти люди как бы, ну скажем, не идя, но ничего другого нету и просто ничего не делать тоже нельзя. Я рассчитывал, что пусть да, то есть эти лидеры так называемые, которые появились благодаря работе СМИ, работе еще каких-то, то есть они фактически на самом деле были навязаны. Я рассчитывал, что все равно главная задача все-таки, чтобы люди проснулись, чтобы общество начало действовать и чтобы общество понимало, что не просто сидеть на кухне обсуждать, не просто ходить на митинги, а что-то надо двигаться вперед. То есть, ну, скажем, я там пытался организовывать голодовки, да, то есть за те же свободы узников 6 мая. Ну, естественно, вот в России там четко сформулировано, как должно быть правильно. Ты там должен прессу сообщить, ты там должен еще чего-то, но чаще всего человек ставится в такие условия, что либо ты делаешь, либо ты начинаешь делать, ну, как считается правильным, да, то есть я предпочитал варианты шаги, что я просто беру и делаю, а не, и вот, например, когда первая голодовка у меня была, я начал ее в Петербурге, дома у себя там 10 дней, чтобы войти, чтобы самый трудный период пережить. Потом мне обещали в Москве помочь с организацией помещения, с организацией помещения, с организацией условий я приезжаю, а в итоге мне кажется, никто ничего не помог, то есть там у человека все сорвалось и все мешает, вот. Ну, правда, единственное, что я лично надеюсь, понимаю, что Украина, она пока находится в той экономической ситуации, когда трудно рассчитывать на какие-то, на какой-то экономический успех, да, ну, мне. Поэтому, поэтому пока с работой нового дела как-то состоит плохо. И плюс я, так как, чтобы чувствовать свою полезность для России, то, что я пытался делать, что все эти будут. Мы пытаемся делать это и сейчас. Но мы здесь ведем проект «Свободная школа сопротивления». Мы отсюда, из Украины, два-три раза в неделю проводим лекции в Украине, вещая на российскую аудиторию, через YouTube, через социальные сети, через Facebook. У нас уже этот проект мы начали в России, там мы выходили два года, как раз начиная с Митиков на Болотной площади. Там у нас было помещение, там приходили люди, у нас была школа гражданского активиста, школа гражданского политика. То есть мы хотели научить людей демократии, направлять им наши знания и знания тех лекторов, экспертов, которых мы на наши лекции окрашиваем. У нас больше ста лекций уже выложены на нашем сайте, интересные. по политике, правозащитная деятельность, экономика, социология, культура, история, и история общественного движения, революции в разных странах. Все что имеет отношение к теме гражданского активизма. В декабре прошлого года как раз часть у нас там, оставшаяся в Москве, она была внушена перейти в подпорье. Теперь там люди снимают лекции без аудитории и не говоря, где они это делают. То есть там приглашают лекторов. А как будет публичная деятельность, мы теперь уйдем в Киеве. В частности, у нас как раз сегодня будет очагная лекция. 2 часа. Я жду к нам интересный человек, который скажет о методах управления толпой, о методах психологической манипуляции. Это очень важная тема, которой мы особенно занимаемся информационная война. Это война, которая ведет власть против своего народа. Об этом мы сегодня будем говорить. и вот это та самодеятельность, которую я считаю важной, нужной. Капля камень точит. Мы хотим хоть что-то сделать, чтобы внести свой вклад в демократическое преобразование в России. Я считаю, что каждый должен делать то, что он сможет делать, а что получится, это уже не нам судить. Главное, чтобы мы делали честно то, что мы сделать можем. Вот этим я это заниматься в Украине. Мешкан по манипуляции сознания. Спасибо. Я бы сказал, что это больше будет по антиманипуляции. Для чего? У каждого человека есть свои определенные ценностные ориентиры, целевые ориентиры. Первый раз мы приехали на Майдан в Четверо, просто взяли билеты самые дешевые в плацкартный вагон, чтобы посмотреть, что здесь происходит, потому что информация была противоречивая, было совершенно непонятно. Нам говорили, что там вышли какие-то украинцы, которые хотят присоединиться к Евросоюзу. Они думают, что Евросоюз им за это даст денег, а к таможенному союзу гораздо выгоднее присоединяться. Они этого не понимают и такие бестолковые. Мы еще говорили, что там какие-то националисты, все прыгают всем Майданом и кричат всякие нехорошие слова. Ну и мы доехали просто вышли на Майдан и увидели, что все совсем не так. Стали разговаривать с людьми и оказалось, что на Майдане стоят люди вполне разумные, ни куклуманные, ни бестными не хотят, просто им надоела коррупционная власть в стране, которая ворует и не дает развиваться. В стране частному бизнесу невозможно ввести ни бизнес, ни нормально работать, потому что люди стали жить все хуже и хуже, а руководство только владеет. Например, та же ситуация, что в России, но здесь люди более свободолюбивые, видимо, их это все достало, тем более, что у них уже не первый Майдан был до этого, потом у них есть еще все-таки независимая пресса, потом у них все-таки парламент место для дискуссий, поэтому у них были в общем-таки предпосылки, что у них можно было сделать Майдан. очень много говорили с людьми и было очень потрясающее такие приключения. Нас пугали там партии Свобода, что там буквально всех мусколей бьют. Мы пришли в штаб Свободы, захваченное здание на Майдане было, и стали с ними разговаривать, говоря «Здравствуйте, мы приехали из России, из Москвы». И сразу там здоровались, нам дали место где спать в этом захваченном здании, как революция 1917 года. Все спят на полу, на лестницах, это было потрясающе, конечно. Мы вышли с плакатом на Майдан, «Майдан мы с тобой, россияне с Майданом», и нас все кормили мандаринами, конфетами, обнимали, целовались, и многие плакали, потому что, конечно, мало россиян понимало, что происходит, и даже родственники людей, которые живут в России, не понимали и верили средствам массовой информации, это была такая обида, и есть такая глубокая обида у людей, что их называют бандеровцами, очень многие только на Майдане узнали, кто такой бандера, до этого и не знать, не знали даже, и потом все в шутку стали себя так называть, в общем, да, украинцы это свободолюбивый народ, который достоин того, чтобы завоевать свободу и хорошей житой своей страны, мы вернулись в Москву, второй раз мы приехали в январе, я приехала, уже у нас было где-то 6, или человек 8, не помню, уже как раз с Игорем мы приехали, вот, тут, конечно, уже были события, там уже стреляли, уже погибли первые 5 человек из небесной сотни, вот, мы ходили на институтскую, на Грушевского, на бригады, ну, старались как-то помочь, поучаствовать, приносили еду туда, на бригады, я присоединилась к группе, был такой марш женщин Киева, нас пустили за бригады прямо к цепи ОМОН, они пели песни, уговаривали ОМОН, я уже по-московски, Бергут, они объясняли Бергутовцам, что тут такие же провинцы, не надо в них стрелять, не надо убивать, что это народ, чтобы они не шли против народа, и не защищали координационную власть, вот, ну, потом, конечно, события показали, что все-таки все было не так, вот, еще много человек погибло, к сожалению, вот, да, и как к нам, к россиянам относилось, тоже потрясающе, на Крещатике был штаб революции, мы к нему подходим, там стоят такие крепкие мужчины в касках, закопченные такие черные лица с битами, к ним подходишь, говоришь, здравствуйте, тот же самый пароль, мы из России, из Москвы, приехали посмотреть, как вы делаете революцию, и нас пускали в штаб революции, все показывали, рассказывали, вот, это было, конечно, потрясающе, вот, третий раз мы приехали уже в апреле, уже когда Майдан, можно сказать, сделал первую свою победу, это про Норьянуковича, мы ездили, так сказать, хотели узнать, что происходит вообще по Украине, это было начало апреля, мы разделились, поехали по разным регионам, у нас было человек 20-25, и, значит, у нас ребята были в Харькове, в Днепропетровске, мы были в Одессе, во Львове были ребята, и потом мы вместе опять собрались киев, менялись впечатлениями, что происходит, в Одессе мы были на Майдане, в Майдане, ну, еще там в суде пытались встретиться с теми военными, которые, которые, буквально так, выгнали во время оккупации скрыла, на Майдане у Дюка, ну, там, такие ребята, гимн поет Украина, вот, на эти Майдане там были разные люди, мне попались такие, они делают такой, они сделали, как бы, отзеркалили Майдан, у них тоже такой был свой иконостас, портреты беркутовцев, цветочки, иконы, свечки горят, ну, погибшие беркутовцы, там тоже были погибшие, наверное, несколько человек, вот, большинство из них верило в то, что, ну, в Украине беспорядок, придет Путин и наведет порядок, ну, и потом же, когда мы уехали, через какое-то время там еще эти ужасные события были в Доме профсоюза, вот, так что, да, значит, потом мы выступали со сценой Майданом, да, рассказывали о том, что мы увидели в Украине, те, которые ездили на восток, ребята, они рассказывали о том, что там в органах власти и в силовых ведомствах очень много товарищей, можно сказать, ФСБшников, которые там имеют довольно большое влияние. Ну, и вот потом мы убедились в том, что народное какое-то там недовольство было умело направлено, и что они смогли разжечь в двух регионах, то есть не в регионах, а на востоке в общем Донецкой власти, они смогли разжечь такое вот недовольство, и люди там теперь вот тут война. То есть это было спланированное изначально, то есть также они пытались это сделать как в Крыму оккупация, но у них не вышло так мирно, и и до сих пор там гимнут люди. Это я рассматриваю все эти события как прямую оккупацию России, для того, чтобы показать россиянам в том числе ужасную картинку о том, почему пребудет революция. Потому что самое главное, что нужно Путину, это чтобы россияне боялись сделать такой же Майдан у себя. Потому что если у Януковича нашли золотой батон в Межигорье, то там у них бриллианты лежат. Поэтому чтобы защитить свои бриллианты и все остальные дворцы, они говорят очень много неправды. Не то, что много неправды, а прямо занимаются созданием параллельной вселенной. Люди, которые живут в этом информационном пространстве, параллельной вселенной, и объяснить им что-нибудь это очень сложно. Но мы стараемся, проводим лекции, пытаемся объяснить, как ими манипулируют их сознанием. Вот как вы видите, живем здесь в Киеве уже давно, пока не встретили фашистов, а если встречали, то они из России побежали. Здесь местных, может быть, они где-то есть, наверное, где-то есть тех страшных фашистов, несколько человек, может быть, сотен человек, но пока не встретились. В основном люди здесь замечательные, хотят построить нормальную страну, чтобы работала экономика, но вместо этого им приходится очень много тратить на то, чтобы собраться из ничего, можно сказать, в свою армию, которая защищает страну на Востоке. Среди тех, кто сейчас в зоне АТО, у меня есть друзья. Конечно, очень волнуюсь за всех, кто там находится, желаю, чтобы Украина победила, чтобы здесь те идеи, которые были на Майдане, чтобы удалось победить коррупцию, потому что конечно это не делается так быстро, очень многие хотят, чтобы все было сразу, конечно, не делается быстро, но сделалось бы уже давно, если бы не вот эта война. я думаю, что та война, которая идет, она конечно с одной стороны выгодна путинскому режиму, потому что можно объяснить народу, вы знаете, у нас там цены подорожали, потому что мы видите, с фашистами боремся, которых они думают полно на востоке. То есть какое-то время они смогут это все объяснять, но потом объяснять им будет все сложнее и сложнее, я думаю, экономика России это долго не выдержит, поэтому смотрим, что там будет в России, надеюсь, что со временем вряд ли скоро у нас тоже будет демократия и Россия будет свободной. 17 апреля к нам домой утром все шли с обыском сотрудники полиции в масках и после обыска меня увезли в центр по борьбе с экстремизмом на допрос потом отпустили я еще съездил на работу узнал, что там тоже был обыск и потом я вернулся вечером домой и мы в тот же вечер решили, что нужно уезжать из России причем как можно скорее мы вообще опасались что может быть уже там чуть ли не на следующий день придут уже арестовывать потому что всякое может быть было следующий день был как раз пятница еще рабочий день у нас впереди были два выходных дня то есть мы решили уехать пока не поздно и пока выходные мы думали что нашим делом возможно не будут заниматься в это время и у нас есть немножко времени для того чтобы успеть уехать поэтому мы решили поторопиться мой товарищ Антон Подчасов он остался и сейчас его обвиняют в том что мой пост репостнул и теперь его судят обвинение по двум статьям распространение экстремизма и разжигание национальной розни по обеим статьям до пяти лет тюрьмы по каждой мы сперва вылетели выехали автобусом в Новосибирск из Барнаула а оттуда уже самолетом через Москву в Киев но мы боялись вообще когда особенно в Москве проходили таможенный контроль что может быть там меня уже объявили в розыск что слава богу что не успели еще на тот момент прошли нормально и прилетели в Киев ну а здесь мы просто как бы мы летели сюда на Майдан думаем надо главное добраться до Майдана а там люди там нам помогут мы сказали что мы хотим просить политического убежища но там сотрудники не особо в этом разбираются нам дали немножко с нами поговорили дали адрес миграционной службы оказалось впоследствии что-то неправильный адрес ну и как бы нас отпустили вот потом мы уже в Киеве нам сперва еще когда мы ехали из Борисполя из аэропорта в Киев наши попутчицы девушки уже там нашли нам хостел недалеко от Майдана проводили нас до него вот потом там мы переночевали и на следующий день одна знакомая Тани позвонила сказала ну она следила за нашими приключениями которые мы писали в интернете говорит не тратьте деньги приезжайте ко мне и вот мы у нее несколько дней жили пока она искала нам постоянное жилье через группу СОС Евромайдан там как раз помогали тем кто бежал из Крыма из аннексированного ну и нас под эту лавочку нам нашли жилище в Ужгороде там нас один пастор приютил да и там уже в Ужгороде мы обратились в миграционную службу за статусом есть активист Владимир Малышев который единственный русский который был на Майдане от начала и до конца вот прежде всего он мне очень помог я не знаю что бы было если бы он не появился именно когда я приехал не появился на пограничном пункте вот и не разрулил всю ситуацию ну вот теперь в результате да благодаря ему и Наталье Горецкой другой моей знакомой значит по Москве у меня все сейчас складывается более или менее нормально в общем они предполагают делать газету а значит меня тем временем в России включили список экстремистов и террористов что имеет значит проблемы финансовые как бы могут возникнуть проблемы финансовые потому что невозможно никакие переводы значит ни мне из России ни от меня в Россию вот ну пока что пока что вроде бы я с последствиями этого не сталкивался с одной стороны я конечно почувствовал что врался на свободу это как бы и разговора никакого нет с другой стороны конечно тоска некоторая вот ностальгия уже начинает чувствоваться по значит окружению по Москве ну в общем как бы тут же ничего не поделаешь конечно зато я в свободной стране я думаю что Путин очень очень недолго Путину осталось еще править но я не знаю что будет после Путина то есть там может быть будет просто полная катастрофа значит и вернуться придется либо с оружием в руках значит либо просто уже не возвращаться я советовал конечно же всем моим друзьям ехать сюда и как можно будет скорее потому что потому что непонятно что будет завтра в России и что ждет вообще за ближайшим поворотом потому что российская пропаганда она уже и в интернете очень сильна она уже как бы телеаудитория она полностью захватила и уже пытается захватить интернет аудиторию это если как бы выключить эмоции это вообще такой интересный эксперимент над 140 миллионным государством как можно промыть мозги своему населению используя телевизор вот я даже со своей подругой лучше общаюсь по интернету она говорит ну жители Крыма и Донбасса они же имеют право выбрать вот где им жить если они хотят в Россию пусть они в Россию идут почему им мешают а я говорю вот мы например в Америку захотели переехать из России да и решили вот все теперь у нас теперь вот наша территория да где мы живем это теперь Америка мы вывесим американский флаг и все это теперь значит у нас как это называется государство государство вот кусочек Америки у нас теперь да вот и что с нами будет после этого да как скоро за нами приедут спецслужбы и где мы окажемся после этого вот собственно почему-то люди не думают об этом да люди вообще не думают нет папа он тоже отец такой патриотический настроен он сперва говорил чтобы мы вернулись в Россию лучше там отсидеть как бы искупить свою вину ну более-менее потом он отошел и он нам помогает тоже деньги присылает но он пенсионер там у него с пасека своя небольшая вот мед продает на рынке и с этих денег нам тоже шлет вот и сестра моя расскажет сестра она такая не подпадает под действия пропаганды и она пытается папе объяснять разные вещи она говорит вот поговоришь поговоришь с ним он вроде начинает соглашаться потом или телевизор посмотрит или там на рынке пообщается там с местными жителями да и опять у него начинается про фашизм в Украине и все такое ну то есть не знаю если бы какой-нибудь волшебной кнопкой отключить вот это вот все телевидение государственную пропаганду в России то наверное через какое-то время люди бы общаясь там с теми же украинцами маленько бы встали на место мозги а сейчас я не знаю не знаю у меня нету рецепта как с этим бороться и ни у кого нету сейчас ломают голову в США и в Европе как противостоять вот этой пропаганде мы все время рассказываем всем что мы-то как вообще такими-то стали оппозиционерами так сказать у нас телевизора не стало временно но как сказать не то мы когда стали жить вместе мы переехали от родителей там домик небольшой там была бабушка на даче мы жили на даче моей бабушки там не было никакой бытовой техники ну кроме плиты вот и мы решили купить ноутбук у нас было очень маленькое количество денег свободных мы решили не покупать телевизор и купили ноутбук и у нас был интернет мобильный в общем мы стали получать информацию только из интернета а телевизор перестали смотреть и у нас со временем мозги очистились а то ж мы тоже ну да я тоже был очень патриотичен я там уважал Путина мне нравились его сортирные шуточки я ленточки георгиевские в косички вплетала себе на 9 мая не, ну тогда-то это не был символ оккупации надо я родилась и выросла в русскоязычной семье до 7 лет, пока я не пошла в школу, я украинского не знала я пошла в школу в 93-м году когда только Советский Союз разрушился украинского было тогда ну мало, скажем откровенно конечно же я очень быстро освоила украинский язык тем не менее мой язык родной это русский как и для абсолютного большинства киевлян сейчас конечно появляется больше людей которые общаются по-украински но большинство это русскоговорящие у меня никогда не было проблем с русским языком с тем, что я не говорю там вы тупо-украински опять же вопрос о толерантности если ко мне кто-то обратится на улице спросит что-то по-украински я отвечу по-украински да то же самое и с украиноязычными людьми если к ним обратятся спросят что-то по-русски они объясняют тебе чаще всего это именно по-русски языковая проблема абсолютно надумана ее не существовало и не существует у нас я была в командировке в Москве это зимой в январе я думала что я буду себя там чувствовать по-другому потому что те события которые происходят и то что делают русские в Украине но тем не менее я чувствовала себя там очень комфортно наверное потому что я была окружена людьми которые понимают что происходит которые поддерживают Украину и тем не менее вот по их разговорам да по их ощущениям чувствовалось насколько им сложно находиться там сейчас насколько им сложно осознавать то что происходит и они чувствуют свою вину в этом я бы советовала таким людям переезжать в Украину потому что хорошие талантливые умные люди нам всегда нужны они будут нам помогать строить нашу новую Украину я считаю что наше правительство должно упростить процедуру получения гражданства для таких людей потому что если они не хотят жить там они поддерживают идеи создания нового украинского государства они должны быть здесь и помогать нам это делать они возбудили дело это была эта история на самом деле с выдержкой несколько лет было возбуждено уголовное дело был судебный процесс был обвинительный приговор в отношении меня а со временем потом и замена наказания я провел в учреждении российской интенсированной системы три месяца и двадцать дней покатавшись по проекту через три СИЗО поэтому то есть в плане быта все решается практически так же как в России потому что никаких ни бытовых ни особых языковых проблем ты за полтора месяца с этим не столкнулся абсолютно очень приветливый очень добрый народ несмотря на то что здесь уровень жизни по сравнению с Россией ощутимо ниже здесь более низкие зарплаты более низкие пенсии но при этом ну как-то все гораздо больше улыбаются нежели чем чем в той же Москве я пока здесь не работаю по одной простой причине хочу отдохнуть от России потому что такие безумно красивые города здесь восхитительная архитектура здесь очень насыщенная интересная сетка фрикультурных мероприятий да планирую работать естественно потому что мне уже становится скучно лечи не для меня я не считаю особо нужным с беженцами контактировать по одной простой причине для меня тема России в принципе закрыта я не планирую возвращаться назад независимо от того сменится там режим не сменится что у меня гораздо больше претензий к обществу нежели чем как к власти в принципе это редкий случай когда можно между государством и населением уже ставить некие знак равенства те кто приехали они тратят гигантское количество усилий на всю эту эфемерную борьбу с путинским режимом и с путинскими властями все на мой взгляд просто глупость нынешняя российская власть абсолютно соответствует ожиданием большинства населения к этому можно там по-разному относиться можно ужисаться к этому факту можно задавать по этому поводу много много вопросов но власть абсолютно адекватна ожиданием большинства пытаться как-то отсюда сковрнуть как многие тратят на это силы и в интернете и проводят разного рода и публичные мероприятия но по-моему это глупость но на самом деле вся чиновичья верхушка в России которая есть она собственно говорит может все что угодно а по факту и недвижимость покупает на западе и пытается какие-то вложения серьезные делать именно там и своих детей почему-то предпочитают учить не в московском государственном университете думать о Елене например ну например да это лицемерие которое моей нации очень свойственна одна из ключевых черт русского человека ну применительно да к русскому миру да поэтому это лицемерие да самое лучшее что можно в данной ситуации сделать это забыть и жить дальше скорее все-таки помогать как в Украине своим участием свои там советы своей работе в конце концов здесь на данное государство нежели чем ну вот я уже писал что люди привезли с собой оттуда определенное количество мира кавки мира в этом состоянии очень опасно консервироваться здесь люди живут немножко другими ценностями это тоже нужно учитывать здесь никто нет ну конечно есть какие-то радикальные элементы в массе своей здесь к России все-таки еще какое-то условно позитивное отношение осталось несмотря на войну несмотря на ужасное экономическое состояние и государственное выпуски я уверена что против меня сейчас фабрикуется уголовное дело и что сейчас происходит лингвистические какие-нибудь там экспертизы или еще что-то поскольку мне не возвращают награбленное имущество ни ноутбук моему мужу не возвращают похищенный у него ни мой компьютер и госпожа Ломкина которая значит обещала что все закончится в марте а на вопрос что закончится загадочно там что-то там многозначительно там типа ну все там что-то там отвечала невразумительное в марте ничего не закончилось мне ничего не возвращено значит поскольку все это затянулось и меня настойчиво пытаются значит за мной вот так вот это наблюдают и пытаются вытащить меня аж принудительно на допросы как пострадавшую то есть ну явно это спецоперация против меня и соответственно значит сейчас еще началось вот последнюю неделю мне пошли угрозы телефонные о том что мне отрежут голову то есть угрозы у меня были и раньше всякие разные но сейчас как-то вот это вот все обострилось и ну как вот я не знаю в курсе вы или нет как грузите апельсины бочками как став бендер для устрашения объекта прислал телеграмма может быть это вот из этой оперы может быть это какие-нибудь там не знаю там какие-то товарищи там из той же Новороссии так называемой или еще что-то там которые ненавидят меня за мою оппозиционную деятельность за поддержку Украины я не знаю но я замучилась просто уже ждать постоянно звонка в дверь ждать когда и куда меня поведут прекрасно зная что со мной могут сделать в любой момент все что угодно там избить сломать нос там ограбить и так далее вот поэтому значит я решила эвакуироваться временно чтобы посмотреть чем закончится это уголовное дело и дождаться того момента когда награбленную у меня технику как бы все эти компьютеры ноутбуки и все прочее что было украдено при этом ночном разбое без меня в моем доме когда это все вернут и когда будет официально заявлено о том что эта сфабрикованная уголовка будет как-то там прекращена или что ну как говорится береженого Бог бережет я подожду этой ясности здесь пока потому что шить рукавицы в мордовской зоне или сидеть там под домашним арестом с какими-нибудь браслетами на ноге я совершенно не собираюсь и не смогу это противоречит моему характеру и всему остальному я ни в чем не провинилась я не позволю преступникам сотворить с собой то что они задумали и то что они реально могут ну вот как-то так пока дети находятся естественно с папой с бабушками с дедушкой и прочее с детьми все нормально дети под присмотром в полном порядке я по ним очень скучаю естественно буду общаться каждый день с ними по скайпу и мы обязательно будем в любом случае вместе с моей семьёй а потом меня назовёте тогда у меня звук настал момент просто ну когда я уже все у себя решил что я ухожу что я заканчиваю что я просто начались события в Киеве то есть я прочитал в Майдане моментально то есть ну помню о 2004-м годе и плюс я в 2012-м году приезжал сюда ой 13-м после выборов я решил что я съезжу на две недельки на этот Майдан и это будет как бы достойно окончания моей там какого-то участия в какой-то политической активистской деятельности то есть потому что именно за форму Майдана именно за такое я и боролся и в принципе все усилия были направлены именно на это чтобы были какое-то очень простое понятное требование для всех чтобы оно просто было сформулировано и просто собираться людям и просто его требовать исполнения то есть и Майдан в принципе он в этом стоял то есть я сразу же как прочитал я на него приехал я думал что это займет ну максимум две недели две недели а потом я уже как бы все расписывал на съедание на Майдане еще побывал но в итоге когда я здесь оказался то есть ну вот он в итоге продержался намного больше в итоге как бы я втянулся и в итоге я в результате выбрал Украину в данной ситуации как место где я все-таки буду жить почему потому что все-таки это не получилось что я собрал чемудан и приехал в какую-то благополучную страну да то есть а в принципе я оказался в стране в которой строится история в которой я активно принял какое-то участие ну вот и в которой ну как бы есть то есть перспектива жить то есть это совершенно другая разница если ты приедешь в какую-то благополучную Европу или Америку да и в страну которая может строиться потому что понятно что то что здесь ожидается то что было да достаточно тяжело то что предполагается здесь будет очень тяжело то есть ну несколько лет это будет достаточно ну такое ну по крайней мере для моей совести для моего характера это как бы я буду чувствовать себя уверенно что я имею право здесь жить что это не не является какой-то вот а дальнейшее участие в принципе ну скажем так мое участие в Майдане оно ну то есть я первый сюда приехал я фактически единственный кто был с самого начала до как я называю логического конца потому что здесь конца можно как таковых ну для меня три у Майдана было первый конец это был когда были кровавые события в феврале второе окончание это когда были выборы президента потому что в принципе основная задача Майдана все-таки очень быстро переросло в требование отставки Януковича то что не верилось то что не верили никто практически это ну это сейчас когда все это произошло все анализируют всем все кажется что это было очень просто что это на самом деле это было безумно дико тяжелое событие на самом деле и было очень страшно было очень холодно было очень по-своему все равно был дискомфорт в еде в бытовых условиях и во всем и как его и ну нахождение здесь было достаточно очень тяжело одна из главных функций Майдана вообще когда я здесь был я все-таки был гражданином России здесь находился у меня был очень жесткий принцип при котором я следил чтобы это было за мной то есть за моим поведением и чтобы это обязательно было за поведением ну то есть с теми людьми которые приезжали на Майдан то есть если ты гражданин России ты не имеешь права то есть гражданин другой страны даже не России а другой страны ты имеешь право находиться ты имеешь право поддерживать но ты не имеешь право участвовать в противостоянии ни в каком противостоянии с органами власти с сотрудниками полиции вот то есть и поэтому в принципе моя основная миссия была поддержка и нахождение как бы ну вот в этом месте да то есть ну скажем взять камень коктейль молота, хотя очень хотелось, чтобы было все это, я именно как гражданин другого государства не имел права, потому что это совершенно другая… Потому что… Вот. И поэтому какие-то вот эти очень важные принципы, даже если сюда приезжали люди из России, которые там говорили, что вот хочу там подбежать коктейль молота, то есть я об этом сразу предупреждал, что это незаконно, что это преступление, как по российским законам, так и по украински, а вообще по человеческим, по моему мнению. Это как раз очень сильно перекликалось с тем, что возникло на Донбассе, когда туда поехали вот эти всякие добровольцы из России, то есть они не смогли ссылаться на Майдан, например, на меня или на кого-то там еще и заявлять, что вот там были добровольцы из России, которые воевали там против этих или еще чего-то. потому что, на самом деле, ну этого не было, да, то есть потому что это очень важно, нельзя участвовать в гражданах других стран в конфликтах другой страны, это все-таки внутреннее дело чаще всего. Просто еще был один очень важный момент, за которым я очень следил и который, в принципе, у меня получилось добиться. я следил, чтобы со стороны России не приехали какие-то националисты, потому что когда вот, скажем, с декабря я вдруг почувствовал, что российская пропаганда, она стала выставлять Майдан в качестве того, чтобы это пришли националисты, которые хотят убивать там русскоговорящих, балагутить власть, вообще идут там против этого. То есть для меня было важно, чтобы из России не приехали какие-нибудь нацисты, там не организовали какую-то там для картинки там хождение с крестами, установить свою палатку, что-нибудь. И потом, чтобы пропаганда шла, что вот смотрите, идут нацисты, которые среди здесь. Вот. Я за этим очень следил, я помню, там появился человек, который сказал, что он собирается ставить палатку русскую, собирается это, и когда я узнал, а он оказался из среды вот этих, как он заявил, он знаком там с этими Поткиным, вот этими, знаете, русскими националистами. То есть я решил для себя важным, что эту палатку должен поставить я. А то там, когда говорят националисты, там скажем, там правый сектор или там свобода, или что-то, на самом деле я национализма там не видел как такового, того определения, которое меня всегда обучали, я его не видел там вообще, там был очень простой, понятно, патриотизм. То есть люди просто совершенно разных национальностей, разных конфессий, веры, они боролись за Родину, за страну, за Украину. То есть и национализма как такового не было вообще никакого. То есть даже близко. Хотя там правый сектор называли националистами, свободу называли себя националистической партией. «Мы приехали, что те россияне, которые приехали в Украину, а это люди, которые общественно-политически активные. Потому что люди, которые уезжают за Россию, потому что там экономический кризис, они идут не в Украину. они идут в Европу, ну пытаются уехать в Европу, в Штаты. Украина, она сама в том числе экономическое состояние, которое, в принципе, не лучше российского. Украинское общество. Поэтому это мотивация для какого отца суда, это мотивация, это мотивация, это мотивация как раз над политическим активизмом. И с этой точки зрения мы столкнулись здесь с таким, получается, разными отношениями. Украинское общество нам, мы чувствуем, очень рады. Я испытывал огромную поддержку, постоянную массу поддержку украинцев. За эти несколько месяцев, за эти полгода, у меня появилось здесь уже десятки новых товарищей, некоторые из которых стали, ну, просто близкими друзьями. Но, к сожалению, одновременно с тем, что мы чувствуем вот такую огромную поддержку украинского общества, мы столкнулись, для нас было сначала не жить на этом, а, скажем так, с не очень приятным, как нам кажется, отношением со стороны украинских чиновников. Практически все политемигранты, которые успели уже набрать длинную очередь на получение политопивающих, то есть очередь расстегивается на полгода, месяц, восемь месяцев, год. Но практически все получают отказ. Случаев, ну, когда этот убивший дается, почти нету. То есть на отказы следуют практически всем. Это странно. Ну, вроде бы, да. Потому что мы же ведь люди, которые приехали с симпатией к Украине. Они приехали помочь Украине в ее, как мы считаем, справедливой войне против агрессии со стороны России. И в том, что украинские чиновники, которые, ну, должны быть, естественно, больше патриотами, чем мы, потому что это их родная страна, и видеть в нас людей, которые готовы помочь им, они нам почему-то отказывают. Постепенно мы, как мне кажется, начали все-таки понимать то, что сейчас, наверное, здесь наши друзья и товарищи тоже сейчас видят. А Майдан — это не результат. А Майдан — это не та революция, которая уже состоялась и которая их тоже подарила миру новую демократическую Украину. А Майдан — это процесс. И та революция, которая, как в Украине началась, она еще только продолжается. Чиновники, на которых сидят, как правило, это все еще старые кадры. Это все еще те самые старые кадры, которые сидели там до Майдана, и для которых мы — это только лишние политические активисты, которых и так хватает в Украине. А еще здесь мы приехали еще поторожить. Мы были очень удивлены. Неприятно, когда мы с одного знакомого сказали, когда он стал объяснять о причинах отъезда из России, ну, дескать, что он оттуда взял приехать, потому что он выходит на митинги, а его на митингах арестовывают. И у него было несколько случаев на реальной отсидке. А чиновники в этом ведомстве в державном миграции на службе говорят, а зачем вы вообще выходите на митинги-то? Чего вы там не хватает? Аэросинь — демократическая страна. Чего вы протестуете? У него просто был резкий шок. Как, скажем так, он приехал в Украину, и 10 чиновников должны объяснять, что Россия отнюдь не демократическая страна. А зачем? А зачем? Ну а там? Ну. Там все-таки протестуют. Вот это было очень точным для нас неожиданностям. Ну, мы лично соберились в том, что революция — это дело, планомерное, эволюционное, поэтапное. Для тех, кто были на Майдане, сначала власть, она, конечно, борется с теми, кто является лидером Мини. А вот, как вы видите, убили, как вы знаете, убили Бориса Ульцова, с которым я была немного лично знакома. Вот. Сажают тех людей, которые очень активны. У меня сейчас друг сидит под домашним арестом в Москве. Ну, несколько друзей, в том числе Эльдар Дадин. Это те люди, которые постоянно выходят на все митинги, марш и пикеты, которые активно высказывают свое мнение, не боятся доставать плакаты. Их за это, конечно же, сразу же сажают в автозаке, увозят в ОВД. У них уже накопились все эти задержания. Вот. И это привело к тому, что их арестовывают. Вот. Большинство оппозиционеров они пока особо не трогают, но и не дают им. Многие лишились работы, активные люди. У многих очень много штрафов накопилось. Так как выплачивать их невозможно, там какие-то дикие деньги за участие в несанкционированных мероприятиях или еще там что-нибудь. То есть, и за всякую активность даже на согласованные мероприятия, тем не менее, они могут людей, и часто это делают, хватать в автозаке, выписывать штрафы. Вот. У них по 100-200 тысяч накопилось, они никуда не могут тут выехать. Ну и, конечно, на работе это все не приветствует. Работу они теряют. Вот. Просто из них не хотят делать каких-то там героев политзаключенных. У нас в России типа демократия, же в свободу слова. И когда их спрашивают, ну как же так, у вас там свобода, они говорят, ну вот, пожалуйста, у нас же есть митинги и марши. Ну да, конечно, митинги и марши есть, но они обычно довольно длительные, и, например, процедура уговаривания власти и согласования, где он пройдет и в каком месте. Когда наконец-то это все согласуется, то это все огораживается таким забором, все перегораживается, и оппозиционеры идут по узкому коридору таких ОМОНовцев, стараются, чтобы обычные люди туда ни в коем случае не могли попасть. Вот. И смотрели на них как. На зверей в клетке таких, что боялись, что это какие-то нормальные оппозиционеры. Вот. Ходят и что-то там такое кричат, хотя у нас все замечательно. Вот. Поэтому, что у нас было после Майдана? После Майдана я выходила на бигет, пыталась разговаривать с людьми, объясняла, что война в Украине не нужна России. И, вот, люди очень многие заражены пропагандой, которую они смотрят в средствах массовой информации. И людей, которые говорят не то, что говорят по телевизору, воспринимают как национал предателей, которые работают на деньги КАЗДЭПа, вот, и очень агрессивно относятся. Вот. К сожалению, очень многие были в полной эйфории, когда оккупировали Крым, потому что все эти события были преподнесены средствами массовой информации, только в виде, что вот мы ура-ура, такие сильные, такие мощные, мы должны объединиться вокруг наших замечательных лидеров. Вот. Значит, наша свободная школа сопротивления, когда попыталась рассказать о том, что происходит, произошло на Майдане, мы провели лекцию «Уроки Майдана», и это вызвало такую бурную реакцию со стороны российской власти, что просто пришли на лекцию, всех арестовали, задержали, увезли в ОВД, и мы, в общем, лишились там в Москве помещения, в котором могли проводить лекции. И несколько людей потеряли работу. Вот. Их обвинили в том, что они, в общем, ну да, нацепредатели, естественно. Вот. Вот. И до сих пор эта тема не дает покоя. Вот совсем недавно опять по телевизору прошел сюжет об этой ужасной школе, которая учит людей, там, как власть в стране поменять. Вот. Поэтому, конечно, последствия уже есть и еще ожидаются. Значит, здесь, в Украине я прошу статус политбеженца. Вот. В августе приехала, до сих пор документы рассматривают, пропитчики никому статус не дает. В результате этого, в общем, официально устроиться на работу невозможно, потому что живешь, доведка на руках, только справка. То есть, миграционная служба, что документы рассматриваются. Вот. Дадут ли статус, неизвестно. Ну, соответственно, денег, пособий тоже никаких нет. И ГАЗДЭП ничего не платит, к сожалению. То есть, если там у вас есть там связи, там, скажите им, пусть вы за три года. Вот. Буду рада. Приходится все делать на те небольшие деньги. Вот вся свободная школа сопротивления здесь, в Киеве, живет на те небольшие деньги, которые присылает вот мой бывший муж на дочку. То есть, мы вот живем. Вот лично я с дочкой, нам помогли вот купить ноутбук. Друзья собрали деньги. В общем, с оборудованием не очень хорошо. Вот. Ну и вот так вот приезжаем, снимаем лекции, выкладываем в интернет. Так что можно сделать очень много хороших дел, просто потому, что ты беспокоишься о демократии в стране, в России и в Украине. В общем, да, можно делать многие проекты просто потому, что ты этого хочешь и за это никто не платит. Ну, такая вот правда. Правда. Ну, вообще, это все очень долгий процесс. У нас вот в Ужгороде, мы заполнили анкеты, подали, потом с нами пару раз провели собеседование, отправили нас на медобследование. Ну, в основном мы просто сидели и ждали. Мы три месяца ждали в Ужгороде, пока примет решение местная миграционная служба, локальная. Она приняла положительное решение и отправила наше дело в Киев. Потом мы еще больше трех месяцев ждали. В итоге, больше полугода, пока по нам примут решение. И хотя полгода вообще по закону Украины это максимальный срок, за который миграционная служба должна уносить решение. Но она редко укладывается в этот срок. Практически никогда. И то, по нам было принято решение только после того, как вмешался в наше дело представитель правительства, полномоченный при правительстве, Геннадий Друзенко. Он отправил запрос в миграционную службу. Задержка такая. Буквально через пару дней мы узнали, что нам дают статус беженца. Мы были вдохновлены Майданом. Мы думали, может быть здесь мы будем строить новую Украину вместе с украинцами. Но и вторая причина это то, что у нас не было загранпаспортов. Поэтому мы не могли куда-то выехать. В Финляндию, например, или какую-то другую европейскую страну. У нас варианты были Казахстан, Белоруссия, Украина. Мы думали, что Украина сейчас самый демократический режим и поэтому сюда и приехали. И у многих так же. Но с недавних пор въезд в Украину можно осуществлять только загранпаспортом. Поэтому вот это преимущество для беженцев из той же России, оно уже нивелируется. Сюда беженцы смогут лежать на тех же условиях, что и в Европу. При том, что здесь, конечно, гораздо хуже для них ситуация. Особенно разочарованы государственным аппаратом Украины. А он, в общем-то, не поменялся в лучшую сторону, по крайней мере, в отношении беженцев с тех пор, как свергли Януковича. До сих пор, вот у меня знакомые, да, россияне, им отказывает миграционная служба. Мы вообще, кстати, чуть ли не единственные, кому дали статус беженцев из россиян после Майдана. Единственные, не чуть ли. Но говорят, что еще кто-то есть, но как бы неизвестно кто. Двоим, что ли, дали. А может, это нас двоих посчитали. Вот. И миграционная служба, она отказывает, она говорит, что Россия демократическое государство, там никого не преследуют за политические убеждения. А то, что вот у вас протоколы задержаний, так это значит, вы хулиган и вообще опасный элемент для украинского общества. Вот. Такое отношение. Я здесь чувствую себя неплохо в том плане, что спасибо украинцам, простым людям, которые не государцы, там не чиновники, да. Ну, кстати, одному чиновнику тоже спасибо. Ну, в Ужгороде очень хорошая была чиновница миграционной службы. Да, она очень хорошо занималась нашим делом, так очень душевно и тепло, как бы, ну, заботилась о том, чтобы все внести вот в эти документы наши, все наши слова там, как есть, чтобы нам одобрили наш статус. Ну, я вообще не про нее, я про Геннадия Друзенко, который послал запрос вот этим двум людям. Мы очень сильно благодарны из государственного аппарата, да. А в основном нам, конечно, простые украинцы больше всего помогают. И мы вот этим вот всем, что у нас есть сейчас, мы обязаны только простым Украинцам, потому что очень много волонтеров нам помогают. Если бы не они, мы бы здесь бы просто не выжили, потому что нам и едой, и одеждой помогают. Вот вот все, что вы здесь видите, это волонтерская помощь. Манеж, коляска, игрушки там детские, ну, часть мы сами покупали, потому что мы сдаем сейчас свою квартиру, которая у нас там осталась в России, мои родители сдают. Вот эти деньги они нам присылают, но это, конечно, копейки. У нас квартира далеко не в Москве, поэтому мы ее сдаем за очень небольшую сумму. И, конечно, на эти деньги прожить здесь было бы невозможно. Конечно, я вам советую, то есть, если вы сейчас находитесь в России, не сомнений, надо собирать вещи, надо продавать все, что только можно, и надо уезжать из Украины. Это хороший вариант. Но надо понимать, надо понимать, то есть, вот вы, например, приезжаете во Францию, вы приезжаете во Францию, то есть, в большинстве случаев, французский язык никто не знает, никто ничего не знает. То есть, оказывается, в условиях, при которых все-таки ты оказался в новой стране, в новой стране, и, соответственно, ты вначале должен выучить язык, традиции, обычаи. То есть, ты вживаешься постепенно, и потом через два-три года ты начинаешь себе, ну, обычно уже как бы что-то высказывать, о чем-то общество, потому что, ну, ты, по крайней мере, за это время приобрел какую-то информацию о стране. А люди, приезжая сюда, за счет того, что есть языковое, нет языкового барьера, то есть, русские здесь совершенно все разговаривают без проблем, мнение и начинают делиться, и начинают, то есть, просто лень, да, то есть, им кажется, что они все знают, их все понимают, и они начинают относиться здесь, в Украине, что здесь так же, как в России. Но это совершенно не так, совершенно другая страна, совершенно другой менталитет, совершенно не та история, которая у большинства людей есть. И поэтому возникает достаточно сложная ситуация, и это происходит с самыми разными людьми, в том числе и с известными. Потому что, и поэтому приезжать, конечно, надо, надо понимать, что хотя бы два-три года, ну, пожалуйста, ты приедешь, то есть, войди в среду, то есть, хотя бы для приличия выучи из-за Икраса, хотя бы для приличия выучи историю, потому что здесь она совершенно по-другому, люди смотрят. Все время, пока я находился в России и участвовал в каких-то акциях, я практически находился один. У меня реально был голод, реально были ситуации, не было нигде жить, не было ни это, но я никогда не пытался, я понимал, что если ты борешься, то для того, чтобы победить, ты должен от очень много чего отказаться. Но большинство людей, которые, то есть, даже сейчас это видно, они не отказываются ни от чего, то есть, они хотят комфортно ходить на митинги, ходить на какие-то вещи, то есть, и они в своем комфортном мире жили, они там пытались найти какой-то компромисс с властью, а сейчас вот они как раз оказались в той ситуации, когда их борьба, да, то есть, они не смогли стать сильнее, они не смогли двинуться. Сейчас борьба, власть дошла до такого состояния, они сейчас просто тупо собирают чемоданчики, но, говорит, мы там ходили, мы там кричали, вот, но на самом-то деле борьбы-то не было с их стороны. Если быть объективными, то есть, я понимаю, там два-три митинга, ну, год проходили по митингу, но уже можно сесть и понять, что, ребята, они помогают, давайте думать по-другому, давайте создадим Майдан, который был выкупаем, я был активным участником. Они как эти болваны катаются на эти выборы, говорят, там было жульничество, но общую атмосферу власть создает таким образом, что выборы легитимные, то есть, право у этих мошенников и воров занимать эту должность есть, потому что их выбрали, их выбрали, выборы были, люди пришли, проголосовали, и все, и отлично. На самом деле выборов не было, потому что зарегистрироваться нельзя, нельзя проводить предвыборную кампанию нормально, то есть, нельзя, то есть, тормозят на этом, но все, надо сказать, ребята, выборов нету, все, до свидания, боремся, это, как, они не говорили, они вот до сих пор, вот это, создалось какие-то комфортные условия, да, то есть, если ты вот туда-сюда, то, значит, как его, ты себе живи, ходи, протестуй, ну, что, ну, нравится тебе протестовать. То есть, на самом деле, эти люди, они предают страну, они предают эту борьбу, и они разрешают этой власти быть в таком виде, это, а сейчас они хотят комфортно собрать чемоданчики с этими мозгами, да, то есть, приезжая сюда, и начинают всех учить, как, то есть, люди, которые потеряли вот небесные сотни, да, то есть, они говорят, а вы здесь делаете, что-то у вас тут странное происходит, а почему у вас там Порошенко, то есть, когда, когда я критикую Порошенко, да, то есть, я был здесь сначала, то есть, я понимаю, я проходил каждый, и я очень критикую этого человека, да, но все-таки у меня есть какое-то право это сделать, когда приезжаете, даже вот я находясь здесь, когда человек приезжает из России, и говорит, слушай, ну, Порошенко, олигарх, ну, да, все сразу не получается, ну, не переживайте, мы решим эту проблему, просто все сразу не получится, ну, вот, то есть, вы как бы просто освоитесь, вы решите свои проблемы, нет, они начинают говорить, что, начинают есть какие-то дела, советовать, что-то, а что они могут советовать, когда вот стоит украинец, да, вот, с которым на спиной Майдан, который, извините меня, рядом с ним, то есть, когда я там находился, рядом со мной носили погибших людей, раненых, и вот этот ужас, да, ты когда-то понимаешь, что все это, то есть, и люди на это пошли, да, а в России же до этого не доходит никто, все боятся, все понимают, что, все очень, ну, вот, с тем, 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 вот, вот, с тем, вот, вот, с тем, вот, с тем, вот, 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 не сто тысяч человек, а десять человек. Поэтому расстроились и пошли пить. А вот я один пришел, и я шел, потому что, по крайней мере, теперь я могу сказать, и когда мне говорят, а ты что, я говорю, а я шел, я делал, я никогда не буду ссылаться на то, что на миллион, на россиян или еще что-нибудь, потому что я всегда ссылаюсь, говорю, ребят, я сделал, я очень не люблю за это, почему ты я, почему ты все переводишь на себя, потому что я сделал. Я никогда не скажу, что народ или еще чего-нибудь. Я говорю, то, что я мог, то, что надо было делать, я делал, несмотря ни на какие трудности, ни на какую голубь, ни на какую опасность попасть в тюрьму, ни на какую трудность, то есть я был готов к самому жесткому развитию ситуации. То есть те же узники 6 мая, к сожалению, ну то есть это на меня, как бы, когда я об этом говорю, меня ненавидят, для меня это люди, к сожалению, не герои, потому что они, попав в тюрьму, они начали играть по правилам власти. То есть, ну как мне, если бы я там оказался, и власть это прекрасно знает, почему я не оказался за решеткой, потому что власть знает, что я не буду играть по их правилам, и потому что я бы не стоял, как баран, вот там выслушивал этот циничный суд, этот циничный, вот как Надежда Савченко сейчас ведет себя, она ведет голодовку, она особо на суде не позволяет над собой издеваться. А в России большинство людей, да, то есть вот они сидят по домам, иногда вылезают на какие-то акции, потом возвращаются домой, устало, трудно, сидят в фейсбуке, собрали вещи, приехали сюда. И практически все мои знакомые здесь, которые находятся в моем статусе, все поэтому живут, ну скажем так, тяжело. Снимаем, кто-то снимает комнату, как я, допустим, комнату, кто-то живет даже в хостелах. Вот, ну, в хостелах на бочи не хватается. Ну, конечно же, мы не ходим в рестораны, на это денег нету. Вот, Украина, и мы живем, ну, я лично живу на те, как я сказал, сразу гонорары, на которые получаю. Кто-то живет на те следствия, которые у него еще остались еще на позапрезе из России. Кому-то помогают родственники, присылают. А вообще, еще раз говорю, я не знаю здесь ни одного примера, пока еще полученного устройства российского политимикрата. Кринское общество, потому что человек без статуса, это всегда жизненно, это всегда жизней мертвы. Вот этот отсутствие статуса, отсутствие работы, оно, конечно, очень сильно направлено за отпечаток на повседневную бытовую жизнь российского политимикрата. Вот, у меня, допустим, две дочки, которые в Москве, одной 14, другой 18 лет, школьница еще. Я могу привезти их в Киев, я хочу привезти их в Киев, в том случае, если мне будет на что их кормить, у меня будет уверенность в том, что я смогу им здесь обеспечить нормальную экономическую жизнь. От этого мне опять-таки нужен статус. И вот это самое ощущение, что я здесь, а не там, это, все правда, очень сильный дискомфорт. Вот. Ну, я еще сгоноделюсь, что мы все-таки победим. Мы жили с апреля по Ивушгороду, и потом наше дело передали в Киев, и уже те люди, которые нас приютили, уже не могли, ну, как бы, больше нас держать в себя. Да. Мы поехали в Черниговскую область, там, в одной деревне, другой волонтер предложил пожить у него. Вот, мы два месяца жили тут, там, вернее, и вот в сентябре прошлого года одна волонтера, она нас устроила уже в Межигорье, вот, мы с сентября здесь живем, полгода. Вот, а вот с апреля я, наконец, нашел работу здесь, в Межигорье, ну, разнорабочим или садовникам. Больше, чем полгода, получается, без работы. Получается, год почти, без работы. Ну, да. Это работа, как бы, разнорабочим или садовникам, там, листья убирать, вот такое. Ну, вот, ухаживать за парком, за территорией Межигорье. Мы хотим добавить, что мы через месяц, скорее всего, уезжаем в США. Слава Богу. Потому что мы выиграли грин-карту. И это самое лучшее, конечно, что случилось с нами за этот год, и мы очень счастливы, что... Самое лучшее-то год. Еще мы жили в России в 2013 году, я заполнил заявку на участие в лотерее грин-карты, это вид на жительство в США. Вот, когда мы... В апреле 2014 года мы приехали в Украину, а в мае мы узнали, что мы выиграли грин-карты. И тогда еще у нас были сомнения, то есть мы еще были в розовых очках, и мы думаем, то ли ехать в Америку, то ли, может быть, с украинцами поднимать Украину с колен. А нам в Ужгороде наши друзья, вот эти волонтеры, говорят, вы что, с ума сошли, едьте даже, не думайте, вернуться всегда успеете. А у нас тут весь кризис надолго. Ну, и, в общем, они оказались правы, потому что за весь этот год не мог ни работу найти, ну, как бы, довольно сложно это все. Их житель в плане бытового. Да, даже если бы можно было бы просто нормально работать, хоть тут и зарплаты очень низкие, но было бы все хорошо. Не было бы вот такого, ну, постоянного стресса, что ты не знаешь, что будет завтра, а вдруг завтра денег не будет, а вдруг завтра волонтерской помощи вот этой не будет. Вот у нас, например, недавно квартиранты съехали и за коммунальные не заплатили. И получается, что мы в убытке, и денег в ближайшее время не предвидится из России. И что бы мы делали, непонятно. Вот. Если бы была работа, вообще никаких проблем не было бы, волнений. Не нужно даже какого-то пособия там или чего-то. Дали бы просто нормально людям заработать себе на жизнь. И все. Ну, я могу еще добавить, что наша поездка в США зависела от того, получим статус беженца или нет. Потому что после того, как мы узнали, что наша заявка выиграла, нужно еще собрать много документов. В том числе нужен загранпаспорт. А Россия нам бы уже загранпаспорт не выдала. И мы смогли получить аналог загранпаспорта для беженцев, только потому, что мы получили статус беженца. Иначе бы мы просто не смогли вылететь из Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ